Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru, более 740 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Здарова, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал «Чай на гаджет» и сегодня у вас в гостях новая доступная 4K-экшн-видеокамера от компании VI-модель E7. Камера обладает достаточно неплохим перечнем аксессуаров прямиком из коробки, как я уже говорил выше, возможностью записи видео в 4K, а также электронной стабилизацией в этом самом 4K разрешении. Разумеется, всё это дело мы сейчас с вами проверим и постараемся узнать, на что же способна данная камера в реальных боевых условиях. Посылка до Краснодарского края шла около 14 дней, все необходимые ссылки есть в описании под этим роликом. Ну что ж, дорогие друзья, приступаем к вскрытию. Погнали! Что ж, всё, от оболочки мы внешне избавились, и вот она коробка от новой экшн-камеры от компании VI. Так, моделька у нас получается экшн-камера E7. Так, по повседневности, так и называется модель данного устройства E7. Камера у нас поддерживает 4K и 30 FPS. По идее, не должна быть интерполяция, всё честно, 4K такое, какое должно быть. Разумеется, мы сравним, как снимает данная камера с UI 4K+. У меня на руках есть подобное устройство. Так, дальше что у нас по разрешению 2.7K 30 FPS, Full HD 60 FPS, 30 FPS, 720p у нас 120 кадров, а также 60 FPS. Ну и разрешение фото у нас 14 Мп, апература f2.0, 2-дюймовый дисплей. Ну и, собственно говоря, всё, больше ничего на коробке интересного нет. Ну, вот она, собственно говоря, камера она у нас в чёрном цвете, в аквабоксе. О, тут ещё вот такая вот интересная заглушка. О, полна! Так, с подобным механизмом я ещё не встречался. По повседневности, это просто заглушка для базового крепления. И никакой другой нагрузки, как именно заглушки, она не несёт. Наклейки тут ещё, пальцы нарисованы. Блин, прикольно. Так, ладно, дальше пробежимся вначале по аксессуарам. Вот в такой вот коробке они у нас поставляются. Тоже логотип компании VI на лесовой стороне. Ну и посмотрим, что из этого чудного коробка у нас выйдет. А первым делом мы можем встретить вот такой вот крепёж. Это у нас базовое крепление, получается, на липучке. Далее у нас идёт дополнительная крышка для аквабокса с прорезями для микрофона. Вот они справа и слева. Так, дальше у нас вот такая вот сумка. Ткань водонепроницаемая. Ну такая, из которой куртки делают, в общем, если провести параллель. Так, логотип VI у нас тоже на шнурках. Далее у нас идут ещё две липучки. Вот такие вот классические. Ещё одно базовое крепление. И тоже вот такая вот у нас заглушка идёт. Первый раз, встречаясь с подобными вещами, Интересно, для чего так? Ну, видно, а производитель задумал, что это должно выглядеть именно так. Я не могу понять. Вот это, по всей видимости, площадка должна крутиться. Вот раз, два, три. Вот такой вот шаг у нас идёт с фиксацией. Вот, крепление такого рода. Далее у нас идёт USB кабель. Тут у нас используется не mini-USB, а micro-USB. Это хорошо. Дальше у нас либо дополнительная батарейка, либо вообще основная батарейка для данной экшн-камеры. Она у нас на 1100 мАч. Ну, в принципе, вес имеет, так что не пустышка однозначно. Салфетка. Дальше что-то непонятное. В таком вот герметичном контейнере. Это какие-то таблетни... Нет, это у нас какие-то дополнительные липучки. Сейчас разберусь, для чего они и скажу. Ну, что ж, открыл конверт, достал эти таблетки. Не могу понять, они вот бумажные. Я думал, это, возможно, какие-то влажные салфетки. Но, по всей видимости, нет. Это проставки, они из бумаги. Или из такого вот картона, что ли, не пойму. Честно говоря, не знаю, для чего они. Если кто знает, для чего подобные проставки, пожалуйста, напишите в комментариях. Будет интересно послушать ваше мнение. Но они не пахнут. Честно говоря, не знаю, для чего. В общем, жду вашего ответа. И, собственно говоря, еще одно базовое крепление на липучке. Крепления для трубы или руля тут нет. Все, больше ничего. В общем, вот такая вот у нас комплектация идет к данной камере. Еще бы инструкцию бы, чтобы понять, для чего вот эти вот штуки. Но, к сожалению, больше ничего нет. Вот она, вся комплектация, что есть. А вот еще кабель, салфетка. Все, в коробке тут больше ничего нет. В этой коробке и далее в коробках тоже ничего я не обнаружил. Ладно, значит, отставим все это дело в сторонку. И перейдем к нашему сегодняшнему герою. Сделаем немножко поближе. И рассмотрим внешний вид данной экшн-камеры более подробно. Ну, а начнем, пожалуй, с аквабокса. Он вполне себе классический. Ничего дополнительно интересного я в нем не вижу. Ну, разве что вот эта проставочка, про которую я говорил. А, еще одно. Это то, что он крутится. Вот это базовое крепление у нас на 360 градусов. Шаг довольно четкий такой. Надеюсь, не разболтается в процессе эксплуатации. Но на первых порах этого произойти уж точно не должно. На левой стороне у нас две клавиши для управления меню камерой. А спереди у нас получается кнопка включения. Также видно два LED-индикатора. Но это уже на самой камере. Объектив, защита объектива присутствует. Так, на левой стороне, честно говоря, уже запутался на правой-левой. Это у нас правая. Пусть будет относительно дисплея. И получается на левой стороне ничего нет. Сверху у нас находится кнопка спуска затвора. Или кнопка ОК. А также фирменный замочек. Честно говоря, подобный замок я встречал уже неоднократно. Со своей задачей он справляется. И вот она у нас получается сама камера. Задняя крышка у нас имеет резиновую проставку. Вода сюда не должна попадать. По идее, по заверению производителя, данный аквабокс должен справляться с глубиной до 30 метров. Но, к сожалению, поблизости у меня нет подобных водоемов. Так что проверить это я, к сожалению, не смогу. Придется поверить на слово. В общем, с аквабоксом мы разобрались. Классический аквабокс. Ничего, так сказать, выдающегося дополнительного в нем нет. Надеюсь, со своей задачей он будет справляться. Так, ну и мы переходим к внешнему виду самой камеры. На лицевой стороне камеры у нас находится объектив, кнопка включения, два LED-индикатора. Один обозначает уровень сигнала Wi-Fi. И второй у нас индикатор, отвечающий за сигнализацию о том, что камера записывает видео. Также на лицевой стороне у нас располагается логотип компании VI. Справа относительно лицевой стороны камеры у нас находятся прорези для динамика, USB-разъем, разъем micro HDMI и получается слот для карточки памяти стандарта micro SD. Слева можно найти прорезь для микрофона и две клавиши для перемещения по разделам меню. Сверху кнопка спуска затвора, также по всей видимости эта кнопка у нас отвечает за активацию Wi-Fi. Ну и еще две прорези, скорее всего, либо для вентиляции, либо это дополнительный микрофон. Так что есть надежда, что камера записывает звук как минимум на отлично. На нижней стороне данного устройства у нас находится резьба для установки камеры на штатив, LED-индикатор, честно говоря, расположение у него достаточно странное. Ну и вот такая вот дверца с замком, открыв которой мы можем попасть в батареечный отсек. Это, кстати, дверца металлическая. И тут небольшое разочарование. К сожалению, дополнительной батарейки тут нету. И по всей видимости вот это у нас одна единственная. Сейчас посмотрим, как у нас клеммы. Там еще получается серийный номер указан внутри. И мы ставим аккумуляторную батарею, закрываем и сейчас будем, наверное, запускаться и тестировать. Ну и давайте-ка пробовать запускаться. Так, кнопка включения у нас находится на лицевой стороне камеры. Раз, два, три. Так, все, камера запустилась. Вот так выглядит интерфейс. Сверху у нас в левом углу находится значок видеокамеры. Далее значок микрофона. Уровень заряда батареи. Так, еще какой-то странный значок. И указано, в каком разрешении сейчас будет вестись запись. У нас 4К, 30 фпс. Экран у камеры не сенсорный. Нажав на кнопку включения еще два раза, мы попадаем в вот такое вот небольшое меню. Так, давайте-ка посмотрим, есть ли в данной камере русский язык. Так, баланс белого, штамп даты. А вот языки. Смотрим, ну, достаточно большое количество языков. И, к сожалению, русского языка я не вижу. Возможно, надо будет обновить версию прошивки. Сейчас посмотрим, какая версия прошивки установлена. Так, вот система. Опускаемся в раздел систем инфа. И у нас пятая версия прошивки. Она у нас от 11... ой, от 2 ноября. В общем, сейчас я посещу официальный сайт производителя, где постараюсь найти более свежую версию прошивки, на которой мы и продолжим тестирование. Что ж, последняя прошивка на борту. Наша удача вышла она относительно недавно. Поддержка производителям имеется, так что переживать по этому поводу не стоит. В первую очередь, хочу обратить ваше внимание, что в новой версии прошивки интерфейс полностью переработан. Как по мне, он стал, ну, более дружелюбным. Однако, к сожалению, русского языка так и не завезли. Как, в принципе, новых режимов съёмки. Возможно, что-то не заметил. Ну, пока что как-то так. Пофиксили баги, подтянули качество съёмки. Правда, это, разумеется, слово производителя. Однако, как же снимает наш сегодняшний герой на деле, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Ну и начнём, пожалуй, с фото. Тест записи видео на экшн-камеру VI-E7. Запись идётся в 4K, 30 FPS. В настройках активирована электронная стабилизация. Надеюсь, всё работает. Обязательно её протестируем, но чуть-чуть попозже. Сейчас давайте попробуем в макро снять. Смотрим. Ну, честно говоря, обычно экшн-камеры не жалуют нас хорошей съёмкой. Точнее, хорошей макросъёмкой. Ну, они, во-первых, проектируются и создаются совсем для других задач. Сейчас мы идём обычным прогулочным шагом. Всё в классике жанра. И вы можете оценить, как снимает камера данного устройства. Ну, а мы переходим к следующему режиму. И вуаля, следующий режим у нас 2,7K, также 30 FPS. К сожалению, 60 FPS не завезли. Возможно, в будущих обновлениях прошивки это дело поправят. Возможно, съёмки в 60 FPS доступны только в Full HD разрешении. Так, ну и ценим, как снимает камера в данном режиме. И переходим к следующему. Ну и, разумеется, самый популярный режим Full HD 60 FPS. Так, что-то такого ещё снять, что я вам не показывал. Разумеется, в нашем городе такого уже не осталось. Ну и, ладно, давайте-ка попробуем ещё немного экшена добавить. Опа. И всё. Ну, а сейчас, мои дорогие друзья, пример работы стабилизации. В правом углу у нас находится UI 4K+, для сравнения, так сказать. А в левом наш сегодняшний герой VI-E7. Запись ведётся в 4K 30 FPS. В настройках камер активирована стабилизация. Ну и, в общем, побежали. И так, держи, 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 держи. Ох, хоть бы не навернулось бы, бьёт сквозь. Какая же грязь тут. Ну и всё, дорогие друзья. Надеюсь, всё наглядно видно, какая из камер стабилизирует лучше. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео как можно скорее. Ну и, разумеется, не забываем посетить нашу группу ВКонтакте. Там я публикую фото-сессию устройств, которые приходят к мне на тестирование, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзора. Ну и, конечно же, не забываем экономить при помощи кэшбэк-сервиса Letyshops. Я им сам частенько пользуюсь и поэтому советую вам. Все необходимые ссылки есть, разумеется, в описании под этим видео. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. И до новых встреч. Ну и, разумеется, не забываем оставить свое личное мнение по поводу всего девайса в комментариях. С радостью с ним ознакомлюсь.